Я уже показал вам короткую распечатку интервью Елены Зеленской, но, оказывается, надо было смотреть полно, потому что в полный рост, можно так сказать. И это прекрасно, что она дает такие интервью. Смотрите, это лучшее, что она могла сделать для того, чтобы весь мир задумался, кто такой на самом деле ее муж и являются ли они теми, за кого себя выдают. Скажем так, загадочно. Смотрите, у них было пару проколов. Самый крупный прокол это фотосессия для Vogue. Этого не понял весь мир. Они включили антикриз с офисом президента, начали отправлять ботов, якобы женщины, начали проводить какой-то флешмоб. Но это все выглядело так, как и выглядело. Суета ботвы вонючая. А весь мир прекрасно отреагировал на эту фотосессию негативно. То есть все все поняли. Вот сейчас вот они включают еще один антикриз. Если они его включают еще и посредством BBC и пиар, а это пиар интервью BBC в чистом виде заказуха. Конечно, офис президента за нее денег не платил, да, они просто очень попросили британцев. А британцы, понимая, что у них в 21 веке появилась, по сути, новая колония, да, конечно же, пошли навстречу. Итак, заказуха. Заказухи делают тогда, когда есть проблема. У них проблема. Это уже видно. Потому что настолько открыто пиарить, так глупо, как-то так нелепо. Это значит проблема большая. Начинаем. Зеленская. У нас все дорожает, но это я вам рассказывал. Теперь давайте перейдем к вопросам, к вопросам BBC News. Острые вопросы начинаются. Елена, спасибо за разговор. Как описать последние шесть месяцев для украинцев? Ну, как будто бы для Елены последние шесть месяцев были такими же, как и для всех рядовых украинцев там. Вот. И она, конечно, описывает, что мы такие, мы сякие там, и все. Смотрите, ей не задают прямые вопросы, на которые она может прямо ответить. И это повлечет за собой последствия. Потому что, допустим, британцы, мне кажется, отлично знают, где была Елена, и как Зеленский обезопасил свою семью. И за сколько дней до войны Данилов вывез своих сыновей и так далее. Я думаю, они отлично об этом знают. Поэтому прямых вопросов не задают. Просто как вы там себя чувствуете? Дальше начинаются вопросы. Собственно, дальше пошел пиарчик. Вы говорите, что россияне пытаются вас испугать? Вы боитесь? Вопросы, которые предполагают, развернутый ответ о том, что, конечно, только дурак не боится. Но сила, внутренняя сила и энергия людей, которые ходят по улицам, вот это весь пафосный бред, выдает Зеленская. Это не интервью. Это пиар-интервью. Далее. Мы тут сидим в условиях усиленной безопасности. Вы цель номер два для россиян. Как вы живете с этим? Это откуда они вдруг узнали, что она цель номер два для россиян? Это россияне заявляли, что она цель номер два? А цель номер один тогда кто? А что же они постоянно мимо цели бьют? Далее. Надо же напомнить, обязательно напомнить британской публике, которая сейчас просто с ума от восхищения сходит от счетов, что Зеленский не уехал из Киева. Это очень важно. Ваш муж остался, когда Киев был под ударом. Если бы вы и он приняли другое решение, думаете, Киев схватили бы россияне, захватили бы россияне? Опять надо напомнить, что он настолько безудержно смелый, что остался в Киеве. Кто не остался бы, непонятно. Но здесь при этом поговорят. Вот смотрите, он остался в Киеве. Жену сказали, то он и сделал, в принципе. И я не знаю ни одного нормального правителя сейчас в мире, который бы убежал. Тут уже долой стыд. Было так много примеров храбрости. Я помню, как ваш муж ходил по улицам, чтобы показать, что он на месте, что он не уехал. Вы усмехаетесь, вспоминая этот момент. Ой, я совсем не была удивлена. Я знала, что он так сделает. Я знала, что он просто лучший. BBC тогда спрашивает. Обычные журналистки вопросы задают. А вы всегда знали, что он может быть таким лидером, как он себя проявил за эти 6 месяцев? Он всегда был такой? Она говорит, ну конечно. Всегда был такой. Он был мощным лидером. Даже тогда, когда танцевал в бане, перед людьми пьяными в полотенцах. Вы думали тогда, что он просто клоун, готовый за 3 копейки вылизать жопу, олигарху. А на самом деле он был лидером. Это лидерство сидело в нем глубоко внутри и ждало выхода. И вот теперь выход произошел. Люди просто не знали его. Журналист BBC интересуется. То есть вы думаете, люди его реально не знали? Я думаю, да. Ой, дальше BBC спрашивает. Вы живете постоянно в условиях давления? Как часто вам удается с ним видеться? Ну и дальше мне в принципе не интересно. Ответы не так интересны, как вопросы. BBC говорят о ее возрастающей роли. Это будущая президент, скорее всего. Вы имеете публичную роль, которая постоянно растет. Недавно вы были в США, выступили с оглушительной речью в Конгрессе. Просили про сброю, короче, и так далее. Ну и BBC пишет. Немая поревняня, с тым, як страждают люди. Але у нас дома в Великой Британии, ну тут уже идет отработка для британцев. Что они должны понять, что Зеленская тоже очень сильно страдает. Главное, страдают люди. Главное, умирают они. Поэтому британцы должны потуже затянуть пояса. Далее там Борис Джонсон, Борис Джонсон, Борис Джонсон, Борис Джонсон. У вас своя семья. Ваша дочь, мне кажется, скоро будет учиться в университете. А ваш сын, я читала, вроде бы хочет стать солдатом. Что вы думаете про это? Такой тупой отработки пиара. Я не встречал даже иногда в украинских СМИ. Но мы встретили, вот с удовольствием встречаем это, или без удовольствия, на BBC. Это тупо такой позор. Но дальше она отвечает. Кстати, дочь в каком университете? В Киевском, да, Шевченко? Или немножко, ну как немножко западнее. А сын солдатом будет, наверное, завтра. Сколько ему? Шесть лет или семь? Она отвечает. Это маленький мальчик. И я, как мама, не могу радоваться, что он отказывается от других возможностей своей жизни. Так он уже стал солдатом или что? Он уже завтра, а два идёт уже куда-то. Вы знаете, что? К чему это? И неужели они думают, что вот прочтя это, посмотрев это, британцы скажут, ооо, вытрут слёзы умиления. Уже не вытрут. И сейчас я вам докажу, что они не вытирают слёзы умиления. И я вам докажу, что она сделала хуже всем нам, украинцам. Ну и дальше всё. Я могу сказать, как вам трудно находить вещи, которые вызывают у вас усмешку. Но как же жить в таких условиях? Ну короче, тут Джонсон Джонсон, ушлёпок рядом с ним. Друзья мои, а теперь мы переходим к комментариям. Потому что для этого нам надо перейти на YouTube, на официальный канал BBC, глянуть и начать читать с топовых. Они все на английском. Вы можете переходить, нажимая на профили, и видеть, что это реальные английские англичане. Давайте почитаем, друзья мои. Это же интересно. Когда я выражаю своё сочувствие одному из них, я ожидаю, что они должны сделать то же самое со мной. Я не жалею, что сделал пожертвование украинцам. Ну определённо нужна наша помощь. Перед лицом новостей, эта первая леди не видит борьбы других людей, как её видят другие. Должен сказать, что её слова немного разочаровывают. Это по поводу того, что вы свои копейки там считаете. Это то, что вынесено вообще-то в главное. Вы считаете там свои копейки. Мы тоже считаем копейки. Может быть, было бы неплохо, если бы вы не пристыдили своих новых союзников, чтобы они были обездоленными ради вас. Немного благодарности не повредит. Все видят этот нахрап. Все видят эту наглость. А вы там копейки считаете. Это не копейки уже. Это не копейки. В то время, как они сдают свою итальянскую виллу российской семье за 50 тысяч фунтов стерлингов в месяц, прямо сейчас, о, моё сердце кровоточит. Когда Елена считает свои миллионы и позирует для журнала Vogue, люди Европы платят. И когда всё закончится, и Елена переедет в свой особняк во Флориде со своим израильским мужем, украинский народ похоронит своих мёртвых сыновей. Так вдохновляюще. Серьёзно. Другими словами, нам больно. Вы должны чувствовать себя виноватыми из-за своей боли. Я думаю, что люди, подсчитывающие свои копейки, могут вскоре также считать свои жертвы. Есть люди, которые не могут позволить себе хронические лекарства и еду. Это британцы отвечают. Наши курлеви. Очень наивное и оскорбительное заявление. Попробуйте сказать это нашим пожилым людям. Как только наступит зима, и многие умрут в тысячи, так как они не могут позволить себе обогревать свои дома. Самое тупое, это самое ужасное, что Елена выступила как представительница всех украинцев. Тем самым, озлобляя вот такие интервью, а это интервью увидит очень много людей. Они озлобляют европейцев по отношению к украинцам. Это плохо. Она посчитала копейки, которые она сделала, позируя для Vogue. Сколько обработчики Зеленского дают ему лично. Эти жертвы, это цена за обслуживание интересов США. Как если бы это были интересы Украины. Пока Зеленский не будет свергнут, Украина не подпишется на возвращение нейтралитета. Будут потери. Кажется, у нее все очень хорошо. Лучше, чем у большинства из нас, по крайней мере в Великобритании. Это не моя война. Это не имеет ко мне никакого отношения. Мы не должны давать этой коррумпированной стране деньги. И она должна держать рот на замке. Не знаю почему, но я чувствую, что война на Украине имеет нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Почему мы должны страдать? Почему мы должны быть обездоленными ради блага какой-то далекой страны и войны, которая не является ни нашим делом, ни нашим долгом? Давно пора начать заботиться о своих, а другие страны предоставить самим себе. Я слишком занят, беспокоясь о ценах на еду и коммунальные услуги, чтобы беспокоиться об Украине или о ком-то еще. И мне плевать на мнение избалованной жены миллиардера. О, как тяжело это читать. Но плохо, что удар идет не только по ней, но и по нам. Вызывая озлобление в европейцах, она вызывает озлобление ко всем украинцам. Вот настоящая украинка, какая-то женщина заносчивая, сравнивая, это то, о чем я вам говорил, сравнивая жадность к большим деньгам, чтобы поддержать этот конфликт, который уже приносит пользу сверхбогатым, элите. Если бы она отдала деньги за свою статью ВОК на благотворительность, или управляла бесплатными столовыми, или действительно делала что-то на передовой медицинской помощи, вместо того, чтобы выглядеть глянцевой, и давать интервью, сталкиваясь с корыстными, высокомерными, неблагодарными людьми, которые могут ее слушать, но ее заявления, по сути, говорящие простым британцам, прекратить жаловаться и продолжать давать им деньги, подчеркивать, насколько коррумпирована Украина, Зеленский ИО. У украинцев, у них нет сострадания к британцам и к другим людям. Настоящие простые британцы, которые умрут этой зимой и так далее. То есть пишут, это вот они такие все украинцы. Да нифига, не все. Кто ее выпустил? Кто продумал это интервью? Кто продумал тезисы? Потому что это же не ее тезисы. Это офис президента продумал вот такое, чтобы ударить по нам, по украинцам. Возможно, ей и ее мужу следует закрыть свои счета, зарегистрированные на британских и виргинских островах. Вернуть миллиарды, находящиеся на этих счетах, украинскому народу. Просто мысль. Хорошая мысль, кстати. Если бы я считал каждую копейку, потраченную на налоги за последние 5 месяцев, в Украине не было бы людей. Сейчас выясняем, какие на самом деле украинцы. Видите? Видите, как это плохо, то, что она дает такие интервью. Не кусайте руку, которая кормила вас оружием и деньгами, чтобы помочь. Британцы также, возможно, умрут на морозе. Будьте благодарны за помощь. Они увидели неблагодарность. Она тоже считает гроши. Наши гроши. Они могут согласиться вернуть нам деньги, когда выиграют. В противном случае, давайте будем реалистами. Нам нужно сначала позаботиться о своих собственных. Она действительно выглядит так, как будто считает свои копейки. Вот в этом вы можете, в том, что это все правда, и что это топовые комментарии, вы можете убедиться, пройдя туда. Есть целая армия ботвы у офиса президента, но не англоязычная, и очень просто будет понять, что это боты. Когда они будут комментировать, они сейчас бросят туда, конечно, свою армию. Там сейчас будут комментарии, быстро они накрутят. По тысяче лайков этих комментариев. Глория Украин, там все. Мужественный человек, мужественный ее муж. Я восхищен ее мужем. Я хочу полизать жопу ее мужу и так далее. Но это будет видно, это будет читаться. И, может быть, таким образом они еще больше привлекут негатива к Украине и к украинцам. Потому что она, типа, представительница Украины.